Вообще, замечательная женщина. Если так рассуждать, ну а что она неправильно делала? А вот надо вовнутрь было посмотреть. Если они возвещают путь спасения, а почему же ты-то сама не спасенную? Сама пропагандируешь, а с места не двигаешься, значит, тебе какое-то есть препятствие. Вот это тоже надо научиться рассматривать. Человек говорит правильно о Слове Божьем, о Библии, а Библии в руки не берет. Говорит против курения, сам стоит куриц. И Павел сразу понял, что там непорядок, и сказал этому духу. Те люди, которые лишились прибытка через нее, астрология, хиромантия, большие прибытки приносят. Это целая индустрия на этом работает. Тем более сейчас компьютеры помогают, сводят. А как далеко это все у них зайдет? Темницы, узы. Все рассчитал дьявол, что если она говорила правильно, и Павел бы сказал молодец, то когда он уйдет, вот она поведет в другую сторону. Поэтому еретикам, если они даже говорят правильно, мы не можем дать одобрение. Должны сказать, вот это ты говоришь правильно, а ты еретик, у тебя спасения нет. Из тебя должен выйти злой дух разделения. Вот тогда ты увидишь, что с тобой будет. Такие они ласковые еретики. Да мы вместе, да соединимся, да будем наркоманов целовать на каждом углу. Сразу врагами тебе сделаются. Ты только скажи, что они еретики, спасения мне в церкви нет. Больше ничего не надо говорить. И Бог не принимает даже мученическую смерть еретика за Христа. Не принимает. Потому что она самовластная и мне в церкви. Проповедует обычаи. Их обвинили за обычаи. А какие обычаи? Я посмотрел по Слову Божию. Обычаи бывают хорошие и неприятные. Есть обычаи церковные, есть обычаи мирские. Вот у нас кое-что мы не можем доказать по Писанию. Почему именно два платка там под булавку? Мы показываем на старые картины Васнецова, Репина, Полежаева. И там именно вот так изображено. А вот остальное, это по Слову Божию надо смотреть. Есть такие обычаи, к которых придерживаются и мирские люди. Вот говоришь, так у нас так теперь не принято. Как так у всех принято? Да мало что у всех, но у христиан другая шкала измерения. Иоанн Заталус говорит так. Ни Моисей, ни праведный Иов, никто не мечтали о девственности. А в Новом Завете девственность на первом месте проповедуется. Сейчас, если замуж долго не вышло, дева старая, это знаете, как ущерб. На что угодно, лишь бы не быть. Да самая старая это дева, вот она на иконах, посмотри. Дева Мария, преснодева Мария. А как обычаи? Обычаи такой, чтобы возраст пришла, выдать замуж, а первые-то христианки не об этом заботились. Почитайте житя святых. Они заботились о том, чтобы быть ничем не связанным. И Павел Заталус говорит, что есть большая разница между замужними и незамужними. Большая разница. Между женатым и неженатым. Потом проповедовать то, как мусульмане обязательно каждый должен жить, или вреи-то. Это дело в прошлом. Нас не касается. У нас другое обычай. Я посмотрел по слову обычай. Бытие 19.31. Что случилось однажды? Когда Лот бежал из Содома, с ним были его две дочери. У них мысли были земные. И они придумали, что мужчин нету, а по обычай всей земли надо, чтобы дети были. А давай мы отца напоим. И все это старшая. Не написано, какая разница была, но все эти предложения делала старшая. Она более опытная, она самостоятельная, со своим дипломом. Она все знает, как делается. Напоить. Ляжешь спать. И поделилась опытом с младшей. А теперь давай напоим теперь ты. И обе сделали с беременными. По обычай всей земли. Если бы у нас был настрой на то, чтобы девушки не выходили замуж, а братья служили Господу как должно, для того, чтобы проповедовать, быть свободными. Это одобряемо. Церковь одобряет такой поступок. А если нет таланта, ну оставайся один. Что с ними получилось? У одной родится сын Моав, а у другой Аммон. И вот слово Моав встречается в Библии 188 раз. А Аммон, Аммонитяне, 136. Итого 324 раза вспоминается их имя, рожденных незаконно. Он им был и дед, и отец одновременно. И ни разу в положительном смысле. Это тоже о чем-то говорит. Вот это небрачные дети, когда рождаются, незаконные, невенчанные, замужество, по обычаю всей земли, а сейчас все так живут. Старозаконие говорит так. Аммонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне. И даже десятое поколение его не может войти в общество Господне. Дети незаконных сожитий суть свидетеля разбрата родителей. Иниеме, когда возвратились из пленения, 13.1, и говорит так. Повторяю вам, что во веки, не десятое поколение, а во веки, мавитяне и аммонитяне, аммонитяне, не могут войти в общество Господне. Вот что значит по обычаю. Люди кричали, нам не следует принимать обычаи римлянам, когда их взяли, арестовали. Наши обычаи следует принимать. У первых христиан было обычаи, проповедь, служение Богу, стопроцентное. Женаты серебро, неженаты золото. А сегодня бывает так. Если неженаты, то еще что-то можно взять. А неженаты вообще никакой. Нигде его нет. Неженаты только в одном смысле оправдаются, если целиком посвящен Господу. Вот такой обычай у церкви-то был. Послание к христианам, 2 глава, 2 стих. Чтобы мы не поступали по обычаям мира сего. У нас главное это проповедь и уверование через проповедь. Чего сегодня так не хватает в православии? Это живого Слова Божия. Живой проповеди. Вот этого обычая нет. У сектантов это обычая и есть. Они без Библии никогда не выйдут. У них Библия лежит на кафедре. У нас она лежит. Хоть поцеловать можем. А они каждый выходит, открывает и проповедует. Неправильно. Но он проповедует. В послании к кремлинам, 10-14 апостол Павел дает указание. Почему у нас у православных нет слова уверования? Вы с кем бы ни поговорили, вы скажите, а когда ты уверовал? Чего? Никто не понимает этого слова. А без уверования вообще ничего нет. Это или ты родился свыше? Чего? На все один только вопрос. А это одно и то же. Уверовать родиться свыше. А исполненный ты Духом Святым чего? Он не знает. Он знает батюшка, алтарь, литургия, пресчищение, исповедание. Все. Образование закончилось. У нас другой должен быть обычный евангельский, апостольский. И как призывать того, в кого не уверовали, Павел говорит. Выходит, пока человек не уверовал, он и молиться не может. А как призывать, когда ты не уверовал? Пабычим. А дальше, а как веровать в того, о ком не слышал? А как слышать? Без проповедующего. А как проповедовать, если не будет послан на проповедь? Опять упирается все в священников. Что они должны на исповеди, ковать кадры. Каждого спрашивать. Вот батюшка в прошлый раз сказал, ты бритый? Отойди в сторонку. Вот так должен твердо он настаивать на том, чтобы люди проповедовали Христа, благорестовали. Так ты на неделе кому говорил? Никому. Вот если у ягодиста кто-то бы сказал, за неделю никому не говорил, они его за дверью ставят сразу. Я читал у них реестр, таблицу, сколько должен. Кажется, 136 встреч у пресвитера должно быть в течение одного месяца. Представьте, сколько за один день. Молодые это пионеры. Пионеры это передовые, которые идут. Первое называется. Это неплохое слово, пионер. Каждая бабушка это пионер. Она должна в неделю не менее семи человеком засвидетельствовать об Боге Игове. И раздать, допустим, три брошюрки. Купить и раздать за свой счет. Вот почему их учение, их секта самое быстро распространяющееся. Вот какое обычае они взяли. Не на свечки тратятся, а на Слово Божие. Ибо этот свет много не осветит, только во зле. В первом послании к Коринфянам 15.1 Я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Эти слова тоже у православных никто не скажет. Приехал новый священник и сказал, вот как до меня отец Сергий проповедовал, и я так же. Он может сказать про себя, так как тот не проповедовал, так и я. Как вы тогда не уверовали, так и сейчас не уверуете. У нас у православных все перс ногами поставлено. Поэтому, если вы придет время и не будете здесь, уедете куда-то, вы помните, о чем я постоянно говорил. Два слова Библии и Христос. И Библию нужно читать и уверовать во Христа. Уверовать. В первом послании Тимофея 3.16. И беспрекословно великое благочестие тайна, что Христос проповедан в народах, принят верою в мире, а если не проповедан, то и не принят. апостолы в темнице написано сидели и воспевали Господа. Ноги закованные, рот открытый. А о чем они воспевали? Вот послушать, записать бы на магнитофон кто-нибудь тогда бы, а потом перевести на русский язык эти песнопения нам бы дали-то. Может, мотив странный показался? Мы, по милости Божьим, после службы поем. Я думаю, не меньше полчаса, чтобы уходило на песнопение. Песнопение вам сгодятся в сквесненных обстоятельствах дома. Смучастыми возитесь, вы чтобы все время напевали божественное песнопение. Их хорошие слова нам Господь дал через людей. Да, они не наши, баптистские песнопения, но они-то взяли и православных, и англичан, кого-то их не взяли. Учитесь петь. Апостолы воспевали, а чем закончилось грохот, теница раскрывается, запоры вылетели, но это еще не все. Еще стражник за меч схватится. Сатана чуть-чуть не похитил его душу. Но вот он обращается, и теперь они входят к нему в комнату и проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его и уверовали. Он не просто их привел, а задал вопрос, что делать? А поп бы сказал, что делать? Наиспути крестись. Больше ничего бы не сказали. Накрыл бы его и Петрахимию и тут же его крестил. Нет, они проповедовали. А что они проповедовали? Что Иисус сошел с неба, что Господь Бог и Его послал Сына Своего, Который взял грехи наши на Себя. Он умер за нас. Ты поверь, что мы сидим здесь, узники запечатанные, света не видим, так люди, не знающие Христа, света не видят. Вот видишь, как я закованы, не могу двинуться, так люди, которые не знают Христа, они скованы грехами. И Господь, видишь, как разломал все, и так Он может. Кровь Христа расплавит эти узы. Павел конкретно привязывал к тому, что есть, всегда. Это когда мы считаем проповедей Христа, Христос проповедовал, он говорил то, что видел. Проповед должна быть очень понятная. Тут снуком водишься, ты ему скажи, вот видишь, ты меня не слушаешь, а смотри, как ты поранился. Так и мы, когда от Господа уходим, какие ямы мы попадаем. Все время, все время бери примеры, которые вокруг тебя, чтобы они были понятны. Не просто философство какое-то. И эта ведьма, так назовем ее, которая кричала сиии человеки разрешает путь спасения, она, конечно, несчастный человек, она ничего не знала, чем это закончится. И кто арестовал, не знает, чем спрашивает, для чего у нас произошла революция, для чего всю Россию в оковы взяли, в гулаг. Я думаю, главное для того, чтобы попов уничтожить, монахов уничтожить, это главное, это главное препятствие проповеди Христовой было. Бог смел это все. Они по-новому народились, опять те же самые, не Библии в руки не берут ничего, опять храмы, 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 не про... Вот хромают на каждом шагу. Опять мощь, и все то же самое. Беда ждет, думаю, это мои рассуждения, по слову Божию, более страшные, что Россию просто Бог распылит. Она не нужна такая. Слова Божия нет, уверования нет, проповеди нет, поэтому уже сегодня ее со всех сторон оккупируют все. И сегодняшнее чтение пусть побудет нас поревновать о собственном спасении и о спасении нашей России, чтобы проповедь зазвучала, что если эта женщина, одержимая духом, кричала, возвещает путь спасением, то и вы приходите к драмтеатру и говорите, вот там люди стоят с книгами, а не возвещают вам путь спасения. Больше ничего не говорите, раздавайте визитки и говорите, подражайте хотя бы этой женщине и уже сдвинетесь с места. Аминь. Христос воскресе измерть и смерть и смерть по праву и сущности Алигария Живо здравал. Христос воскресе Субтитры создавал DimaTorzok